Поэма «Бахчисарайский фонтан» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана до сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Ниной. Поэма «Бахчисарайский фонтан» Поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эпиграф Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан, Но иных уже нет, другие странствуют далече. Сади Гирей сидел, потупя взор, Янтарь в устах его дымился. Безмолвно раболепный двор вкруг хана грозного теснился. Все было тихо во дворце. Благоговея все читали приметы гнева и печали на сумрачном его лице. Но повелитель горделивый махнул рукой нетерпеливой, и все, склонившись, идут вон. Один в своих чертогах он. Свободней грудь его вздыхает, Живее строгое чело волненье сердце выражает. Так бурной тучей отражает залива зыбкое стекло. Что движет гордую душою? Какою мыслью занят он? На Русь ли вновь идет войною? Несет ли Польша свой закон? Горит ли местью кровавый? Открыл ли в войске заговор? Страшится ли народов гор? Или козни Генуи лукавой? Нет. Он скучает бранной славой. Устала грозная рука. Война от мыслей далека. Ужель в его гарем измена стезей преступную вошла? И дочь неволи, некой плена, Геуру сердце отдала. Нет. Жены робкие гирея, не думать, не желать, не смея, цветут в унылой тишине. Под стражей бдительной и хладной, на луне скуки безотрадной, измен не ведают они. В тени хранительной темницы утаены их красоты, так аравийские цветы живут за стеклами теплицы. Для них унылой чередой дни, месяца, льта проходят, и неприметно за собой и младость, и любовь уводят. Однообразен каждый день и медленно часов теченья. В гареме жизни правит лень, мелькает редко наслажденье. Младые жены, как-нибудь желая сердце обмануть, меняют пышные уборы, заводят игры, разговоры, или при шуме вод живых над их прозрачными струями в прохладе яворов густых гуляют легкими раями. Меж ними ходит злой эвнух, и убегать его напрасно, его ревнивый взор и слух за всеми следует всечасно. Его старанием заведен порядок вечный. Воля хана ему единственный закон, святую заповедь Корана нестроже наблюдает он. Его душа о любви не просит, как истукан он переносит на смешки, ненависть, укор, обиды шалости нескромной, презрение, просьбы, робкий взор и тихий вздох, и ропот томный. Ему известен женский нрав. Он испытал, сколен лукав, и на свободе, и в неволе. Взор нежный, слезупрек немой, невластный над его душой. Он им уже не верит в воле. Раскинув легкие волосы, как идут пленницы молодые купаться в жаркие часы, и льются волны ключевые на их волшебные красы, забав их сторож неотлучный, он тут. Он винит равнодушный, прелестниц обнаженный рой. Он по гарему в тьме ночной неслышными шагами бродит. Ступая тихо по коврам, к послушным крадится дверям, от ложа к ложу переходит. В заботе вечной ханских жен роскошный наблюдает сон. Ночной подслушивает лепет. Дыхание, вздох, малейший трепет, все жадно примечает он. И горе той, чей шепот сонный чужое имя призывал, или под руки благосклонной порочной мысли доверял. Что ж, полон грусти ум гирея, чубук в руках его потух, недвижим и дохнуть не смея у двери знака ждет эвнух. Встает задумчивый властитель, пред ним дверь настиж. Молча он идет в заветную обитель еще недавно милых жен. Беспечно ожидая хана вокруг игривого фонтана, на шелковых коврах они толпою резвою сидели и с детской радостью глядели, как рыба в ясной глубине на мраморном ходила дня. Нарочно к ней на дно иные ронялись серьги золотые. Кругом невольницы меж тем шарбет носили ароматный, и песню звонкой и приятной вдруг огласили весь гарем. Татарская песня Дарует небо человеку замены слез и частых бед. Блажен факир, узревший мекку, на старости печальных лет. Блажен, кто славный брег Дуная своей смертью осветит, к нему настречу дева рая с улыбкой страстной полетит. Но тот блаженней, о зарема, кто мир и нега возлюбя, как розу в тишине гарема лелеет, милая, тебя. Они поют. Но где зарема, звезда любви, краса гарема? Увы, печальная и бледна, похвал не слушает она, как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Ничто, ничто не мило ей. Зарему разлюбил гирей. Он изменил. Но кто с тобой, грузинка, равен красотой? Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела, твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи. Чей голос выразит сильней порывы пламенных желаний? Чей страстный поцелуй живее твоих извительных лапзаний? Как сердце, полное тобой, забьется для красы чужой? Но равнодушный и жестокий гирей призрел твои красы. И ночи хладные часы проводит мрачный, одинокий, с тех пор, как польская княжна в его горем заключена. Недавно юная Мария узрела небеса чужие. Недавно милою красой она цела в стране родной. Седой отец гордился ею и звал отрадую своею. Для старика была закон ее младенческая воля. Одну заботу видал он, чтоб дочери любимая доля была, как вешний день, ясна, чтобы минутные печали ее души не помрачали, чтоб даже замужем она воспоминала с умилением девичье время, дни забав, мелькнувших легким сновиденьем. Все в ней пленяла. Тихий нрав, движения стройные, живые, и очи томно-голубые. Природы милые дары она искусством украшала, а на домашние пиры волшебные арфы оживляла. Толпы вельмоши-богачей руки Мариины искали, и много юношей по ней в страданье тайном изнывали. Но в тишине души своей она любви еще не знала, и независимый досуг в отцовском замке меж подруг одним забавом посвящала. Давно ли? И что же? Тьмы татар на Польшу хлынули рекою, не столь ужасной быстротой пожат вестелеца пожар. Обезображенный войною цветущий край осиротел, исчезли мирные забавы, уныли селы и дубравы, и пышный замок опустел. Тиха Марийна светлится, в домовой церкви, где кругом почует мощи хладным сном, с короной, с княжеским гербом возниклась новая гробница. Отец в могиле, дочь в плену, скупой наследник в замке правит, и тягостным ермом бесславит опустошенную страну. Увы, дворец Бахчисарая скрывает юную княжну. В неволе тихо и увидая, Мария плачет и грустит. Гирей несчастную щадит, ее уныние, слезы, стоны тревожат хана краткий сон. И для нее смягчает он гарема строгие законы. Угрюмый сторож ханских жен ни днем, ни ночью к ней не входит, рукой заботливой не он на ложе сна ее возводит. Не смеет устремиться к ней обидный взор его очей. Она в купальне потаенной, одна с невольницей своей. Сам хан боится, девы пленные, печальней возмущать покой. Гарема в дальнем отдаленье позволена ей жить одной. И мениться в том уединенье сокрылся некто неземной. Там день и ночь горит лампада, предликом девы пресвятой, души тоскующая от рада, там в упованье в тишине смиренной верой обитает, и сердце все напоминает о близкой, лучшей стороне. Там дева слезы проливает вдали завистливых подруг. И между тем, как все вокруг в безумной неге утопает, святыню строгую скрывает спасенный чудом уголок. Так сердце, жертва заблуждений, среди порочных упоений хранит один святой залог, одно божественное чувство. Настала ночь, покрылись тенью тавриды сладостные поля. Вдали, под тихой лавров сенью, я слышу пенья соловья. За хором звезд луна восходит, она с безомлачных небес, на долы, на холмы, на лес сиянье томное наводит. Покрыты белой пеленой, как тени легкие и мелькая, по улицам бахчисарая, из дома в дом, одна к другой, простых татар спешат супруги делить вечерние досуги. Дворец утих, уснул гарем, объятый негой безмятежный, не прерывается ничем спокойство ночи. Страш надежный, дозором обошел эвнух. Теперь он спит, но страх прилежный, тревожит в нем и спящий дух. Измен всечастных ожидания, покоя не дает уму, то чей-то шорох, то шептанье, то крики чудятся ему. Обманутый неверным слухом, он пробуждается, дрожит, напуганным, приникнув ухом. Но все кругом его молчит. Одни фонтаны сладкозвучны, из мраморной теницы бьют, и с милой розой неразлучны, во мраке соловьи поют. Эвнух еще им долго внемлет, и снова сон его объемлет. Как милы темные красы ночей роскошного востока, как сладко льются их часы для обожателей пророка, какая нега в их домах, в очаровательных садах, тиши гаремов безопасных, и под влиянием луны все полно тайн и тишины, и вдохновений сладострастных. Все жены спят, не спит одна, едва дыша, встает она. Идет, рукою торопливая открыла дверь, во тьме ночной ступает легкую ногой. В дремоте чуткой и пугливой пред ней лежит эвнух седой. Ах, сердце в нем неумолимо, обманчив сна его покой, как дух она проходит мимо. Пред нею дверь, с недоуменьем ее дрожащая рука коснулась верного замка, вошла, взирает с изумлением, и тайный страх в нее проник. Лампады свет уединенный, кивот печально озаренный, причистой девы кроткий лик и крест любви символ священный. Грузинка, все в душе твоей родное что-то пробудило, все звуками забытых дней невнятно вдруг заговорила. Пред ней покоилась княжна, и жаром девственного сна ее ланиты оживлялись, и слез, являя свежий след, улыбкой томной озарялись, так озаряет лунный свет дождем отягощенный цвет. Спорхнувшись с неба сын Эдема, казалось, ангел почивал и сонные слезы проливал о бедной пленнице Гарема. Увы, Зарема, что с тобой? Стеснилась грудь ее с тоской, невольно клонится колени и молит. — Сжалься надо мной, не отвергай моих молений! Ее слова, движения, стон прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собою молодую незнакомку зрит. В смятенье, трепетной рукою, ее подъемля говорит. — Кто ты? Одна, порой ночною. Зачем ты здесь? — Я шла к тебе. Спаси меня! В моей судьбе одна надежда мне осталась. Я долго счастьем наслаждалась, была обеспечней день от дня, и тень блаженства миновалась. Я гибну, выслушая меня. Родилась я не здесь, далеко. Далеко, но минувших дней предметы в памяти моей даны не врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, потоки жаркие в горах, непроходимые дубравы, другой закон, другие нравы. Но почему, какой судьбой я край оставила родной, не знаю. Помню только море и человека в вышине над парусами. Страх и горе да ныне чужды были мне. Я в безмятежной тишине в тени гарема расцветала и первых опытов любви послушным сердцем ожидала. Желания тайные мои сбылись. Гирей для мирной неги войну кровавую презрел, пресек ужасные набеги и свой гарем опять узрел. Предханов в смутном ожидании предстали мы, он светлый взор остановил на меня в молчании, позвал меня, и с этих пор мы в беспрерывном упоении дышали счастьем, и ни раз ни клевета, ни подозренья, ни злобной ревности, мученья, ни скука не смущали нас. Мария, ты пред ним явилась. Увы, с тех пор его душа преступной думой омрачилась. Гирей изменною дыша моих не слушает укоров, ни мудакучен сердца стон, ни прежних чувств, ни разговоров со мною не находит он. Ты преступленью не причастна, я знаю, не твоя вина. Итак, послушай, я прекрасна. Во всем гареме ты одна могла бы еще мне быть опасна. Но я для страсти рождена, но ты любить, как я, не можешь. Зачем же хладной красотой ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирея мне, он мой. На мне горят его лапзаньи, он клятвы страшные мне дал. Давно все думы, все желания Гирей с моими сочетал. Меня убьет его измена. Я плачу. Видишь, я колено теперь склоняю пред тобой. Молю, винить тебя не смея, отдай мне радость и покой. Отдай мне прежнего Гирея. Не возражай мне ничего, он мой, он ослеплен тобою. Презрением, просьбою, тоскою, чем хочешь, отврати его. Клянись, хоть я для Алкарана между невольницами хана забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоя. Клянись мне ею, зарему возвратить Гирею. Но слушай, если я должна, тебе кинжалом я владею, я близко в Каза рождена. Сказав, исчезла вдруг. За нею не смеет следовать княжна. Невинная деве непонятен язык мучительных страстей, но голос их ей смутно внятен. Он странен, он ужасен ей. Какие слезы и моленья ее спасут от посрамления. Что ждет ее? Уже ли ей остаток горьких юных дней провесть на ложнице презренной? О, Боже, если бы Гирей в ее темнице отдаленной забыл несчастную навек или кончиной ускоренной унылые дни ее пресек, с какой бы радостью Мария оставила печальный свет. Мгновенья жизни дорогие давно прошли, давно их нет. Что делать ей в пустыне мира? Уж ей пора. Марию ждут и в небеса на лона мира родной улыбкой ее зовут. Промчались дни. Марии нет. Мгновенно сирота почила. Она давно желанный свет, как новый ангел озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоскаль неволи безнадежной, болезнь или другое зло? Кто знает? Нет Марии нежной. Дворец угрюмый опустел. Его гирей опять оставил. С толпой татар в чужой предел он злой набег опять направил. Он снова в бурях боевых несется мрачный, кровожадный, но в сердце хана чувств иных таится пламень безотрадный. Он часто в сечах роковых подъемлет саблю из размаха. Недвижим остается вдруг, глядит с безумием вокруг, бледнеет, будто полный страха. И что-то шепчет, и порой горючие слезы льет рекой. Забытый, преданный презренью, гарем не зрит его лица. Там, обреченные мученью, под стражей хладного скопца стареют жены. Между ними давно грузинки нет, она, гарема, стражами немыми, в пучину вод опущена. В ту ночь, как умерла княжна, свершилось и ее страдание. Какая бы ни была вина, ужасно было наказание. Опустошив огнем войны, Кавказу близкие страны и селы мирные России, в Таврино возвратился хан и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Над ним крестом осенена магометанская луна. Символ, конечно, верзновенный, незнание жалкая вина. Есть надпись. Едкими годами еще не сгладилась она. За чуждыми ее чертами журчит во мраморе вода и каплет хладными слезами, не умолкая никогда. Так плачет мать в одни печали о сыне падшем на войне. Молодые девы в той стране преданье старины узнали и мрачный памятник о ней фонтаном слез именовали. Покинув север наконец, пиры надолго забывая, я посетил Бахчисарая в забвенье дремлющий дворец. Среди безмолвных переходов бродил я там, где бич народов татарин буйный пировал и после ужасов набега в роскошной лене утопал. Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах, играют воды, рдеют розы и вьются виноградные лозы, и злата блещет на стенах. Я видел ветхие решетки за коями в своей весне янтарной разбирая четки, вздыхали жены в тишине. Я видел ханское кладбище, владык последнее жилище, сии надгробные столбы, венчанны мраморной челмою. Казалось мне, завет судьбы гласили внятную молвою. Где скрылись ханы, где гарем? Кругом все тихо, все уныло, все изменилось, но не тем в то время сердце полно было. Дыхание рос, фонтанов шум влекли к невольному забвению, невольно предавался ум неизъяснимому волнею, и по дворцу летучей тенью мелькала дева предо мной. Чью тень, о друге, видел я? Скажите мне, чей образ нежный тогда преследовал меня, неотразимый, неизбежный? Мария иль чистая душа явилась мне, или зарема носилась ревностью дыша среди пустелого гарема. Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную, все думы сердца к ней летят, об ней в изгнании тоскую. Безумец, полно, перестань, не оживляй тоски напрасной, мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань. Опомнись, долго ли узник томный тебе оковало бы зать и всеветилируя нескромное свое безумство разглашать? Поклонник мус, поклонник мира, забыв и славу, и любовь, о, скоро вас увижу вновь, брега веселые Салгира. Приду на склон приморских гор, воспоминаний тайных полный, и вновь таврические волны обрадуют мой жадный взор. Волшебный край, очей от рада, все живо там, холмы, леса, янтарь, яхонт, винограда, долин, приютная краса, и струи тополей прохлада. Все чувство путника манит, когда в час утра безмятежный, в горах дорогою прибрежный, привычный конь его бежит, и зеленеющая влага пред ним и блещет, и шумит вокруг утесов Аюдага. Конец поэмы Бахчисарайский фонтан Субтитры создавал DimaTorzok